Охота на самогонщиков. В какой квартире разливают палёный спирт и что ждёт незаконных горе-бизнесменов? Преску нам не сделали. Забили трубы, чтобы здесь не ездили, ничего не катались, закидали мусором и на это всё бросили. В ожидании голубого топлива. Почему людям не подключают газ, если все необходимые коммуникации подведены? Штраф 5000 рублей, либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев. Серьёзные наказания за невнимательность. Во Владимире появились новые дорожные знаки. На каких улицах изменились правила дорожного движения? В эфире новости 24 на 6 канале. В студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Охота на самогонщиков и продавцов разбавленного спирта. Активисты общественной организации «Молодая гвардия» провели очередной рейд по выявлению нелегальных точек по продаже алкоголя. На этот раз внимание молодогвардейцев привлекла подозрительная квартира на Нижней Дуброве. В рейд отправился Евгений Локтионов. Выявлять квартиры, где торгуются багоном и самодельной водкой, молодогвардейцам помогают бдительные граждане. На то, что в этой многоэтажке на Нижней Дуброве продают разбавленный спирт, люди жалуются давно и регулярно. В этом районе уже у нас порядка 10 обращений от жителей, официально зарегистрированных, о том, что по данному адресу в данной квартире производится сбыт спиртосодержащей продукции. На контрольную закупку отправляют активиста «Молодой гвардии» Николая. Его задача – обменять 50 рублей на бутылку разведенного спирта. Через щелочку в двери деньги у молодого человека взяли. Но в последний момент хозяин квартиры чувствует неладное. Протянул руку с 50 рублями, деньги взяли, дверь закрылась. Через некоторое время, секунду через 30, открывается дверь. В тот момент он либо увидел, или понял, что производится контрольная закупка, вышел с бутылкой. Бутылку передал своей жене или женщине. На место событий прибывают полицейские. В ответ мужчина проявляет агрессию и пытается вытолкнуть стражей порядка с лестничной площадки. – Пойдем не на полицейского. – Что это за съемку? – Мы не разрешаем съемку. – Мужчина, зачем вы? – Мы съемку не разрешаем. – Зачем физически? – Слоди, Владимир, стой. – Что это, господи, дерьмо? – Хоть, не тварь, не тварь, не тварь. – Мужчина настаивает, что он никому и ничего не продает. – Ничего не брал. – Ничего не брал. – Вы же забрали деньги. – Вот молодой человек снимал. – Что забрали? 50 рублей у меня. – Да не брал я никаких 50 рублей. – Мужчина, я свидетель того, что забрал деньги. – 50 рублей владелец квартиры так и не возвращает. Он не отрицает, что раньше торговал разведенным спиртом. Но теперь якобы завязал. – Раньше было. Раньше было, я не отрицаю. – А подержать закон. – Потому что меня вызвали в ленинскую милицию. Со мной разговаривал майор. Все. В квартиру полицейских так и не пускают. А на участкового, объявившего войну пьяницам района, гражданин Шабарин обещает пожаловаться самому президенту. – Что сказал президент Медведев? Чем должен заниматься участковый? – Ну, профилактикой детской преступности, а не собиранием палочек. У меня есть куча фактов, куча свидетелей, что именно вот этот участковый целыми днями стоит вот здесь вот и ловит всех пьяных и шатающихся. – Он ваших клиентов ловит? – Почему клиентов? Кого подряд? Кого подряд? Вскоре на место прибывает подкрепление и разбуянившегося продавца паленки уводят в участок. Максимум, что ему грозит – очередной штраф. – Систематически где-то там раз в месяц ориентировочно данную квартиру навещает участковый, описывает и забирает всю продукцию. И назначает штраф в размере там где-то от 2,5 до 5 тысяч рублей по кодексу административных правонарушений Владимирской области. После этого на следующий месяц ситуация вновь возобновляется и люди опять продают. Во-первых, мы хотим увеличить штрафы, а во-вторых, ввести понятие не только самогона, как там это описывается, а вот именно разведенного спирта. Инициативу об увеличении штрафов за нелегальную торговлю алкоголем, разработанную молодогвардейцами, на одном из ближайших заседаний рассмотрят депутаты областного парламента. Ну а пока хозяева этой квартиры продолжат зарабатывать на здоровье несчастных людей. Вы не видели, что продают здесь алкоголь, вот здесь вот в квартире? Вот именно здесь. Да. Какое он дурак, кажется, что здесь что-нибудь бывает. Евгений Локтёнов, Ян Захаров, 6 канал. В ожидании голубого топлива жители одного из домов на улице Элеваторной ждут не дождутся, когда в их жилище пустят газ. Еще в декабре прошлого года все необходимые коммуникации были подведены. В квартирах установили колонки и вытяжки, а голубого топлива в доме до сих пор нет. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Анна Рыбакова свою кухню полушутя называет трубной котельной. Еще прошлой осенью мастера пришли проводить долгожданный газ. Опутали все трубами, а газа до сих пор нет. Кухни все разбросаны, ремонт надо делать. Эта труба мешает. Чтобы повесить, надо все делать ремонт, все раскидано. И вот живем, как на пороховой бочке, ни ремонт делать, ни газ ждем. К декабрю ремонтники закончили все работы по подведению газа к дому. Но почему его нет до сих пор, жильцы понять никак не могут. Их беспокойство усугубляет и то, что 25 лет назад у них была точно такая же ситуация. Все трубы провели, а газ дать забыли. В итоге коммуникации просто пришли в негодность. У нас висела здесь старая труба. Старую трубу срезали, поставили новую. Новую трубу в болото положили. Здесь проходит магистраль газовая. Трубу до магистрали положили и на этом все оставили. То есть врезку нам не сделали. Забили вот трубы, чтобы здесь не ездили ничего, не катались. Захитали мусором и на этом все бросили. Почему бросили? Ведь осталось подключить последний на этой улице дом. Жильцы элеваторной 14 понять не могут. Телефонные звонки в компанию, которая выполняла работы, тоже ни к чему не приводят. Кормят обещаниями. Позвоните на следующей неделе. Позвонишь опять на следующей неделе. То у них в архитектурном что-то там не сходится. Каждый раз одно и то же что-то или у газа, или что-то у ладстрой заказчика. Мы тоже за объяснениями отправились в муниципальное учреждение в ладстрой заказчик. Именно оно контролировало выполнение работ. Однако директор Михаил Марголес от комментариев отказался. Поэтому ситуацию пришлось разъяснять при службе мэрии. Адрес нам хорошо известен. У управления архитектурой строительства и земельных ресурсов возникли определенные претензии по выполнению технических условий. Но это не значит, что должны страдать люди. Поэтому по поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, сейчас соответствующие службы администрации уже разбираются в ситуации. И в ближайшее время проблема будет разрешена. Есть и второй газовый вопрос. Куда масштабнее? Рядом магистраль, доставляющая газ всему району. С ней тоже проблемы. Трубы не красятся. Нигде за опознавательных знаков, что это газовая магистраль, ничего нет. Люди ходят, дети ходят. Какие-то, я не знаю, там бомжи ходят по этим трассам везде. Любой человек может поджечь, может все что угодно сделать и все. Кто ответит на этот вопрос, жители не знают. Но надеются и ждут, что с голубым топливом проблема у них когда-нибудь закончится. Кирпичей стало больше. Во Владимире появились новые дорожные знаки. Но водители по привычке, следуя известными дорогами, не обращают внимания на нововведение. Тем временем въезд под кирпич может обернуться лишением прав. На каких городских улицах стоит быть внимательнее, расскажет Юлия Кузнецова. Этот знак, который водители обычно называют кирпич, появился на этом перекрестке всего несколько дней назад. Он означает, что теперь с улицы Горького на улицу Гастелло поворот запрещен. Тем не менее, водители еще не привыкли к новому знаку и продолжают поворачивать, а значит нарушают правила дорожного движения. Движение по улице Гастелло теперь стало односторонним. Направление от улицы Тракторная до Горького. Знак въезд запрещен появился и на Молодежной. Она теперь тоже открыта для транспорта только в одну сторону, от Горького до Осадкина. Новые кирпичи появились на улицах Западная и Парижской коммуны. Так что водителям, следуя по привычному пути, нужно внимательнее следить за знаками. Ведь, как известно, невнимательность и незнание от ответственности за нарушение правил не освобождают. Соответственно, если водители не будут выполнять требования дорожных знаков, они будут привлекаться к административной ответственности. В данном случае, в соответствии с частью 3, статьи 12.16, которая предусматривает штраф 5000 рублей, либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев. Правда, инспекторы понимают, к новым знакам надо привыкнуть. Все обещают пока строго нарушителей не наказывать. Если нарушение не носит какого-то умышленного характера, если оно не повторяется изо дня в день, то водителям можно предупредить, рассказать о требовании этих знаков. Водителям следует быть внимательнее и на перекрестке улиц Батурина и Луначарского. Теперь, если ехать от рынка, разрешен только правый поворот. А с улицы Луначарского в направлении Горького можно проехать только прямо и направо. Если же ехать вверх по Ивановской подгорной, на этом перекрестке одна дорога в правую сторону. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения. В своих решениях руководствуется в основном двумя моментами. Первое – это обеспечение непосредственно безопасности дорожного движения. И второе – это увеличение пропускной способности транспорта. Третий момент, может быть, как вот недавно было на перекрестке Луначарского и Батурина, это разгрузка проблемных перегрестков. В состав этой комиссии входят дорожные инспекторы, представители отдела транспорта. Руководствуются они в том числе обращениями водителей и жителей Владимира. Тем не менее, в городе есть еще немало проблемных точек. Сзади меня находится перекресток проспекта Строителей, улица Белоконская. Сейчас, в рабочее время, обстановка здесь относительно спокойная. Но в час пик водители стараются объезжать это место стороной, потому что выехать с Белоконской на проспект Строителей практически невозможно. Пробка иногда растягивается до пекинки. Только накануне я приезжала здесь дважды и видела сразу две аварии. Следующее заседание комиссии по безопасности дорожного движения должно пройти уже в марте. Возможно, на нем будет решена судьба улиц Сосьмого и Чехова. Если комиссии сочтет нужным, движение по ним тоже станет односторонним. Юлия Кутенцова, Александр Мажаров и Ян Захаров. Шестой канал. В воскресенье работники жилищно-коммунального хозяйства будут отмечать профессиональный праздник. Сегодня же руководители области наградили лучших плотников, сантехников и газосварщиков. Также перед областным дворцом культуры и внутри состоялась презентация инновационных технологий в сфере ЖКХ. Все подробности в нашем следующем материале. Выставка инновационных технологий в сфере ЖКХ проводится впервые. Свою продукцию и разработки представили более 30 предприятий и организаций. Новинки не только упрощают работу в этой отрасли, но и помогают существенно экономить. Например, обыкновенный погрузчик, оборудованный системой ГЛОНАСС, приносит в разы больше пользы, чем такой же спецтранспорт без спутниковой системы. Эта техника уже введена в эксплуатацию. Правда, пока не в 33 регионе, а в столице. Собственно, по каждой машине мы можем видеть не только, где она едет, но и что она делает, сколько у нее топлива в баке. На данный момент экономия только по топливу с момента внедрения этой системы. Это произошло в сентябре месяц. Уже более 100 миллионов рублей по городу Москву. Что же касается Владимирской области, то и региональному ЖКХ есть чем гордиться. Мы тоже умеем экономить, при этом не теряя в качестве. А если говорить о конкретных вещах, то вот твердотопленные котлы именно на торфе – это действительно инновация. Вот это вам простой прямой ответ. Они внедрены, они работают, они производятся. При наличии газа мы ищем альтернативные источники теплоснабжения и внедряем. При использовании котлов на торфе стоимость гикокалорий ниже в два раза. А показатели по экологии, наоборот, выше. Что не может не радовать. Используется у нас и система антиобледенения. Ею, к примеру, оснащен Богородица Рождественский мужской монастырь. Установка такой системы позволяет избежать наледей и сосулек на крыше. Обычно год, два, три, но не более система окупается, исходя из того, что компания тратит на уборку сосулек по краю кровли. И штрафные санкции, которые выдвигают контролирующие организации. Совсем скоро внедрение инноваций в сфере ЖКХ почувствуют и горожане. Ближайшее лето многим владимирцам преподнесет приятный сюрприз. Мы в этом году совместно с администрацией города Владимира впервые попробуем пройти подготовку к новому отопительному сезону в некоторых микрорайонах города без отключения горячего водоснабжения. Представлены на выставке и учебные заведения. Ведь без кадров никуда. Самые лучшие работники в сфере ЖКХ сегодня получили заслуженные награды. Один из них – Вениамин Брусникин. Он работает плотником уже 28 лет. День на день не приходится, говорит мастер. Бывает, что вызовов нет, а порой 4-5 за рабочий день. Ремонт дверей очень часто. Значит, выбито стекла еще, наверное, чаще. Сейчас как-то стали хуже относиться. Но в связи с чем это связано, даже не знаю, может быть, с общей политикой в стране. Также награду получил и город Владимир. Руководству областного центра вручили диплом правительства страны. Во всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России» наш город занял третье место. Вместе с бронзовой медалью городу вручен грант в размере 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ян Захаров, Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Школьная дегустация. Родители учащихся Владимирской гимназии номер 3 сегодня получили возможность попробовать блюда, которыми кормят их детей. Какую оценку мамы и папы поставили работникам столовой, узнавала Ирина Начарова. Алена Шишкина в полном восторге от рубленных котлет. Такие она ела, когда сама была школьницей. Теперь она мамы, и поэтому ей важно знать, чем кормят ее дочку в школе. Дегустация для родителей – повод убедиться в том, что блюда для их детей готовят из свежих продуктов. Должно быть сочетание такое, чтобы было достаточно и витаминов, питательных веществ, потому что ребенок находится целый день в школе, должно хватать энергии и сил на учебу. София учится в гимназии первый год, но у нее уже есть список любимых блюд. Котлеты, макароны, рыба, курица, картошка, пюре. Бифштекс рубленный, филе цыпленка в сметанном соусе. Ножки аппетитные. Название блюд, как в ресторане. Дегустаторы констатируют, хороши не только названия. У Елены Степановой в гимназии учатся сразу двое детей, и они ни разу не пожаловались на качество питания. Они мне питаются, как бы и завтракают, и обедают в школьной столовой. И дети всегда очень довольны пищей, которую нам здесь дают. Запеканку творожную с апельсинами готовят не только для дегустации. Это привычное блюдо для учащихся 16 школ города Владимира, за питание которых отвечает комбинат школьного питания. Меню лично составляет заместитель директора. Каждый год детей стараются порадовать новинками. Хит этой весны – котлеты куриные с сыром. У нас работает школа кулинарного мастерства, где мы разрабатываем блюда, приемлемые для школьного питания. Мы пробуем, смотрим то или иное, как дети кушают, например, тот же рулет куриный с яйцом. Сделать в этот фарш, добавить морковки или лук. 22 года назад не было, сумма маленькая была, то есть на питание выделяли. Сейчас нормально, сейчас первые, четвертые классы у нас питаются бесплатно. 34 рубля завтрак и 40 рублей обед. За качеством детского питания строго следят сотрудники Роспотребнадзора. Дегустация блюд входит в их должностные обязанности. Года два даже назад, три года назад, периодически поступали жалобы на школьное питание. Ну, такие были вопросы, затрагивались, как холодная пища, качество приготовляемых блюд. То вот в 2013 году у нас не было ни одного такого обращения родителей. Кстати, готовить аппетитные блюда для школьников стараются из продуктов, произведенных во Владимирской области. Например, творог поставляют во Владимир из Гусь-Хрустального. Ирина Начарова, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Из незаконного оборота изъято почти 400 граммов героина. Крупными оптовыми поставками наркотика из Москвы занимались трое жителей Гусь-Хрустального. Лидер группы Роман Большаков задержан с поличным во время транспортировки очередной партии героина. На полу за передним сидением автомобиля наркополицейские обнаружили сверток. Героин в нем оказалось почти 400 граммов. Мужчина во всем сознался. В тот же день задержали его подельника и жену, которая также участвовала в этом бизнесе. Подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы. Мэра Коврова провожают в отставку. Сообщается, что полномочия Виктора Каурова истекают 19 марта. И до выборов, которые состоятся в сентябре, скорее всего, обязанности градоначальника будет исполнять Анатолий Зотов. Недавно назначенный вице-мэром. Напомним, Кауров стал мэром Коврова 4 года назад, победив при поддержке «Единой России» Ирину Табацкову. Сейчас в составе официальной делегации Владимирской области он находится в Крыму. Роспотребнадзор через суд будет добиваться, чтобы в Камешково была качественная вода. О том, что ее нельзя пить, в надзорный орган написали жители не только Камешковского района, но и Ковровского. На основании этих жалоб Роспотребнадзор отобрал пробы и выяснилось, что вода действительно не соответствует санпинам. В интересах жителей Роспотребнадзор обратился с иском в Камешковский райсуд. Для жителя Оргтруда 67-го года рождения сегодняшняя ночь стала последней. Мужчина погиб. Причиной стал пожар. Он случился в одном из частных домов микрорайона. С открытым огнем пожарные боролись больше 40 минут. На тушение привлекались три автоцистерны, один передвижной пожарный поезд и 11 человек личного состава. В результате пожара сгорело имущество на площади 96 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Необычная премьера. Владимирский областной театр «Кукол» поставил для самых маленьких зрителей спектакль на подушках. Детям предлагают пересесть из кресел на ковер и самим стать участниками представления. Его покажут в театральном музее. По задумке главного режиссера он на время станет и сценой, и зрительным залом. С генеральной репетицией театрального эксперимента репортаж Оксаны Любимовой. Это предпремьерное путешествие к бабушке Маше и ее хулиганистой козе, пожалуй, самая необычная генеральная репетиция. Обычно последний прогон оценивают сотрудники театра, но предстоящий спектакль на подушках для Владимирского театра «Кукол» – ответственный эксперимент. Поэтому в роли экспертов – ровесники тех, кто придет сюда на премьеру. На лошадке, на лошадке вечерком, вечерком, в гости к бабушке поскачет с ветерком, с ветерком. Театральный музей и сцена, и зрительный зал вместо кресел – мягкие подушки. А для актеров это самый настоящий дебют. На такой сцене они никогда не играли. Мы, конечно же, с большим энтузиазмом приняли этот проект. Да, это очень здорово. Все новое, оно, конечно, интересно. Конечно, нам самим. Было интересно, потому что мы поем вживую здесь. Это для нас первый опыт. Ну, такой вживую петь. Завладеть детским вниманием, когда малыши свободно двигаются в зрительном зале – задача не из легких. Это только кажется, что сказка про козу-дерезу – простые русские потешки. Нюансов столько, что постановку переделывали не один раз. Предугадать реакцию детей невозможно. Например, на репетиции малыши запросто пробовали декорации на вкус. Мы, конечно, очень волновались. Просто очень. Мы переделывали, мы додумывали, мы что-то переделывали. Боялись там. И главная героиня, которая хулиганка, несусветная, мы боялись ее как-то обидеть чрезмерно, чтобы дети не напугались, чтобы они не обиделись. Мы боялись, что мы их напугаем громкостью, потому что мы привыкли на большую сцену работать, на большой зал. И немножко нам как раз специально на сдачу позвали детей, чтобы нам как-то сориентироваться по громкости по своей. Первые зрители оказались не из робкого десятка и с удовольствием помогали бабушке ловить вредную козу. Мне очень понравилось. Мы как бы часто ходим в этот театр. И как-то большой зал, и все равно нет такой концентрации у детей. А тут шаг в доступности, и я просто в восторге. Ребенок, мне кажется, еще больше. Этот спектакль на подушках, скорее всего, войдет в постоянный репертуар театра кукол. Главный режиссер Марина Протасова планирует поставить для самых маленьких зрителей целую серию таких сказок из бабушкиного сундука. Оксана Любимова, Константин Миронов, Шестой канал. Приснится же такое. В областном центре открылась необычная выставка владимирского художника Олега Шкадова «Китайские сны». Именно так автор назвал серию представленных работ. Все они выполнены непривычными кистями и красками, а с помощью компьютера. Экспозицию посетил Алексей Соков. Задавать вопросы, а не искать ответы. Создавая выставку, Олег Шкадов руководствовался именно этим принципом. По словам художника, жизненные вопросы возникают у него всегда. Традиционным искусством, к которому мы привыкли, пейзаж, портрет, просто необыкновенно сложно исчерпать эту тему. И появляется такая вот форма, немножко может быть странная. Это странная форма цифровые технологии. Все работы автор создавал непривычными кистью и краской, а используя компьютер. Потом изображение переносилось на бумагу. Для владимирских ценителей искусства это первая подобная выставка. Вот это новое искусство современное, оно совершенно нам непривычное. И мне кажется, вот такое искусство, оно, наверное, гораздо ближе сейчас с молодым людям, которые висят и в интернете, и в различных контактах, и одноклассниках. То есть это мир цифры. И мне кажется, вот этим это интересно. Мир цифры в китайских снах. Однако художнику, как можно подумать, они не приснились. Так автор переворачивает обычные представления о реальности и ее отражение. Китайский сон – это необычный сон. То есть это нечто выпадающее из каких-то повседневностей. Это, ну как, китайская грамота, да? Китайская грамота, китайский сон, там, да, что-то еще, что еще китайское. Китайская собака может быть, да, какая-то, непонятно, да? Какая-то китайская девушка, да, она не похожа на русскую девушку. Игра с светом и цифровым разрешением изображения, образ мужчины в шляпе, качающем из работы в работу – все это, по задумке автора, должно привести зрителей к мысли, что не всегда то, что мы видим, есть реальность. И не всегда реальность – это то, что нам нужно. Однако, по признанию самого художника, несмотря на появление подобных форм искусства, классика живописи вечно. Правда, само искусство в будущем ждет еще большее преображение. Я считаю, что, в принципе, искусство даже может быть нематериализовано. То есть, не быть картиной, или не быть графикой, или там, быть скульптурой. Оно может находиться в голове человека. Посмотреть на необычное представление реальности Олега Шкадова можно будет до 20 апреля. Выставка работает ежедневно в выставочном центре города Владимира на Большой Московской. Алексей Соков, Константин Миронов, Шестой канал. Веселые старты. В спортивной детской юношеской школе Олимпийского резерва номер 4 прошли соревнования. Участники, воспитанники ФОКа, выясняли, кто из них быстрее. За азартными состязаниями наблюдала наша съемочная группа. Они с азартом болеют друг за друга. Победа в этих соревнованиях – дело принципа. Ведь на старте только ученики Владимирского ФОКа. Кто из них быстрее, выше и сильнее, выясняли 200 ребят. Мы очень хотим занять призовое место и выиграть их. Я хочу, чтобы было все хорошо, и мы победили. Веселые старты проходят в четыре этапа. Все задания, конечно, выполняются на время. И пока один бежит из стафету, команда болеет. Эти соревнования в ФОКе уже стали традицией. Посвящены они женскому дню. По словам тренеров, в таком возрасте ребят на победу даже настраивать не надо. Ну, они все старались. Они сами стараются. Смотрите, они ходят на тренировки, выполняют все задания тренера. Они сами стараются. Им хочется быть первыми. Понимаете? Их даже настраивать не надо. Заслуженный работник физической культуры Александр Кучеров своими воспитанниками гордится. Он сам всю жизнь посвятил спорту и надеется, что эти ребята тоже не свернут со спортивной дорожки. Чтобы вот так вот дети радовались своей жизни и на будущее, когда у них будут такие же дети, чтобы они тоже продолжили их эстафету. Ну, а сами дети мечтают, чтобы когда-нибудь им посчастливилось бороться за звание лучшего не только в стенах родной школы, но и, возможно, за олимпийское золото. У меня это не спорт! Да! Александр Инин, Юлия Кузнецова, Константин Миронов. Шестой канал. На этом у нас все. Есть чем поделиться, и вы хотите стать героем нашей программы, звоните в редакцию шестого канала. Телефон 366666. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok